Мотоциклист Масштабная авария на автобане А3 возле города Вертандер-Донау в Баварии. Пострадали 14 человек, в том числе спасатель. Состояние одного из них критическое. Все началось со столкновения двух автомобилей. На место аварии прибыла спасательная бригада. Вскоре произошло еще одно столкновение. Водитель фуры резко затормозил перед участком оформления ДТП и в него влетел, ехавшись сзади микроавтобус. Водитель фуры с румынскими номерами пытался объехать место аварии и поэтому поменял полосу движения. Затем спринтер с тремя пассажирами и прицепом въехал сзади в фуру. В спринтере один человек получил смертельно опасные травмы. Еще двое отделались незначительными повреждениями. Через некоторое время на этом же месте проезжавшая мимо машина врезалась в пожарный автомобиль. На время аврино-спасательных работ автобан был несколько часов полностью перекрыт в обоих направлениях. Тяжело травмирован 30-летний водитель в коммуне Дребер. Его авто загорелось после того, как мужчина врезался в прицеп трактора, перевозившего навоз. Несмотря на серьезные ожоги, водитель смог самостоятельно выбраться из авто, сообщили в полиции. Подоспевшие спасатели доставили его в больницу. Снес фонарь, еле держась на ногах. На кольцевой развязке в коммуне Штансдорф водитель съехал с дороги и врезался в уличный столб. Из-за сильного удара фонарь на нем оторвался и повис на кабеле. Полицию вызвали очевидцы. По их словам, водитель был сильно пьян. Подозрения подтвердили. Под передним сидением автомобиля обнаружили две начатые бутылки водки. Виновника ДТП госпитализировали. В Саксоне Анхальт Шкода въехала в витрину магазина. Женщину, которая была за рулем, доставили в больницу. Магазин был на ремонте и покупателей там не было. Кроме виновницы ДТП никто не пострадал. Неожиданный финал романтического свидания. В городе Кирхайм-Унтертек въехал в реку автомобиль БМВ. 19-летний водитель и его спутницы не пострадали. По их словам, после прогулки возле реки Лаутер они сели в машину и собирались покинуть место свидания. Но вместо того, чтобы сдать назад, молодой человек по ошибке поехал вперед и угодил прямо в реку. Влюбленные смогли самостоятельно выбраться на берег, а машину пришлось вытаскивать спасателем. Похожий случай произошел в Гамбурге. Там в реке оказался Смарт, в салоне которого были 23-летний парень и 21-летняя девушка. Молодой человек случайно отпустил ручной тормоз и машина скатилась по склону в Эльбу. Первую помощь влюбленным оказали очевидцы. Они вызвали спасателей. Пожарной бригаде пришлось подключить команду водолазов, которые вытащили авто из реки с помощью канатной лебедки. Молодые люди смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства. Они не пострадали. На всякий случай влюбленную пару отвезли к врачам. В Гамбурге сгорели четыре авто, прицеп и автонавес. Два дома повреждены. Пожар в районе Лангенхорн произошел в ночь на пятницу. Очевидцы вызвали пожарную бригаду и сообщили нам, что горят два автомобиля. Но когда мы прибыли на место происшествия, то уже полностью сгорели четыре машины и прицеп, стоявшие под навесом. Оттуда пламя перекинулось на соседнее здание. Кухня одного жилого дома полностью сгорела. Огонь также частично уничтожил крышу и сарай. Двенадцать обитателей были вынуждены покинуть свои квартиры. В некоторых близлежащих домах горела мебель. Полиция исходит из того, что это был умышленный поджог. Из-за него пришлось даже временно приостановить работу станции метрополитена Кивитсмор, расположенную неподалеку. Жилой дом сгорел дотла в городе Вестерштед. Во время тушения пострадал один пожарный. Тем не менее, здание уже невозможно было спасти, отметили в полиции. Когда прибыла пожарная бригада, дом уже догорал. Его жители самостоятельно покинули помещение и укрылись в безопасном месте. 130 пожарных предотвратили распространение пламени на хлев и соседнее здание. Травмы пострадавшего спасателя не опасны. Коттедж и автомобиль уничтожил пожар в Ростокском районе Эверсхаген. Он вспыхнул под навесом для машины в четверг вечером. Несмотря на отчаянные попытки владельца потушить пламя, оно вскоре перекинулось и на стропильную конструкцию дома. Из-за сильного жара и опасности распространения огня были эвакуированы соседние квартиры. Никто не пострадал. Полиция оценивает ущерб в 300 тысяч евро. Зима продолжает испытывать парижан. В пятницу во французской столице возобновили сильные снегопады. Погодный катаклизм уже второй раз за неделю парализовал город. С перебоями ходил общественный транспорт, пригородные электрички. Были сбои и в работе на некоторых линиях метро. Вновь закрыта для посещения визитка города Эйфелева башня. Но особенно тяжело в такое время приходится бездомным парижским мигрантам. Около 300 человек собрались в импровизированный лагерь у канала Сен-Мартен. Крышей над головой многим служат только брезентовые палатки. Тяжело, особенно в ночное время. Холодно. Некоторые люди больны. У некоторых здесь нет никого из родных. Это очень тяжело. На выходные метеорологи прогнозируют похолодание до минус 7. Снегопад, обрушившийся на французскую столицу и пригород в начале недели, стал сильнейшим за последние 5 лет. Инцидент на Венском балу. Участница движения «Фэмен» разделась на красной дорожке. В этот раз голой грудью активистка хотела остановить украинского президента Петра Порошенко, который вместе с супругой прибыл на мероприятие. На груди у девушки в нецензурной форме было написано «Порошенко, убирайся с бала». Продлился скандальный перформанс недолго. Демонстрантку одели и вывели правоохранители. В «Фэмен» же отметили, что целью акции было известить общественность, что украинскому президенту не место на аристократическом рауте. В Амстердаме ужесточают правила посещения квартала «Красных фонарей». Такое решение власти голландской столицы приняли, чтобы сократить туристический поток в оживленном районе и защитить частную жизнь работников секс-бизнеса. Согласно новым правилам, экскурсии должны будут заканчиваться не позднее 11 часов вечера, а группы туристов должны состоять не более чем из 20 человек. Им запрещено останавливаться в наиболее людных местах квартала, а также употреблять во время тура наркотики или алкоголь. Кроме того, гид перед началом экскурсии должен объяснить отдыхающим необходимость проявлять уважение к местным жителям. Новые правила вступят в силу в апреле. Нарушителям грозит штраф. Ежегодно квартал «Красных фонарей», который стал одной из главных достопримечательностей Амстердама, посещает более 200 тысяч человек. Грандиозный фейерверк и феерическое шоу с применением новейших технологий и национальным колоритом. Так в южнокорейском Пхенчхане открылись 23-е зимние Олимпийские игры. Команды из 92 стран мира вышли на традиционный парад команд участниц. Впервые за много лет в главном международном празднике спорта примут участие и спортсмены из Северной Кореи. Они выступят в составе одной сборной с южными соседями. Россияне выходят на парад спортсменов в неприметной серой форме, согласно решению МОК, без национальных знаков и под общим олимпийским флагом. Его несла девушка-волонтер. Однако допущенные к играм после громогласного допингового скандала атлеты не унывают. Флаг, гимн и вся эта символика – это не так важно, если они у тебя в сердце и в голове. Так что никто не сможет у нас это отнять. Дебют на зимних играх у сборных Малайзии и Нигерии. Последнюю представляют всего три спортсменки. Ярко представил страну единственный атлет из островного государства Тонго. На трибунах овации страсти кипят и за пределами стадиона. В Олимпийском Пхенчхане прошло сразу несколько протестов. Митинговали противники прибытия северокорейской сборной, сторонники ядерного разоружения и зоозащитники, выступающие против употребления в пищу собачьего мяса. Игры продлятся до 25 февраля. За это время в Пхенчхане разыграют 102 комплекта наград в 15 зимних дисциплинах. Сенат Соединенных Штатов не успел предотвратить вынужденную остановку работы государственных учреждений. Верхняя палата Американского Конгресса в ночь на пятницу все-таки одобрила согласованный вариант бюджета, включая временные меры по финансированию правительства. Но предотвратить так называемый шатдаун это уже не помогло. С полуночи по вашингтонскому времени ведомства перестали функционировать, десятки тысяч сотрудников вынуждены были уйти в неоплачиваемый отпуск. Такая ситуация повторяется второй раз за месяц. Прошлый шатдаун произошел в конце января и длился три дня. Так должно быть выглядит рай. В знаменитых британских королевских ботанических садах Кьюгарденс заканчивают приготовление к традиционному фестивалю орхидей. В этом году мероприятие вдохновлено Таиландом. В этой стране произрастает около тысячи видов этих удивительных растений. Оранжереи оформлены тематически. На входе гостей встречает портрет тайского короля и пруд с плавучим дворцом. Накануне открытия экспозицию показали тайской делегации. Орхидеи для нас это мостик для искренних отношений между Таиландом и международными сообществами. Как и на этом фестивале, тайская орхидея это мост дружбы между тайским народом и англичанами. В экспозиции Кьюгарденс представлено 6950 орхидей всевозможных форм и размеров. Чтобы показать посетителям эту волшебную красоту, организаторам понадобилось почти полторы тысячи часов бережного ухода за прихотливыми цветами. Выставка откроется в воскресенье. Полюбоваться пестрым разнообразием и буйством красок можно будет в течение месяца.